Добрый день, публика почтенная, полупочтенная и которая так себе! Те, кто читает книги, поняли, что только что я процитировал кусочек Гиллеровского. Почему я к вам так без уважения в этот раз обращаюсь? Ну, кому-то с, а кому-то без. Все дело в том, что сегодня мы будем с вами записывать, а вы будете смотреть чудеснейший ролик про импортозамещение. Много вопросов поступает на тему того, что можно использовать из неоригинала в автомобилях, а чего, в общем-то, как бы лучше не делать. Ибо иногда применение неоригинала или фальсификата или контрафакта обходится действительно дорого. И раз как бы сегодня у нас разговор идет на фоне ТО вот этой вот секвое, мы начнем, пожалуй, с основного, с технических жидкостей. И предлагаю сегодня поговорить об антифризах. Если тема зайдет, поговорим о прочих. Напишите в комментариях. Почитаю. Ну, поехали, поехали, парни. Я, друзья мои, работаю в техническом центре более 20 лет. И за эти 20 лет могу поделиться с вами следующим наблюдением. 90% народа населения нашей великой и могучей искренне считают, что антифриз это какая-то ерунда, которая, в принципе, не должна систематически и своевременно меняться в автомобиле. К чему это приводит? Ну, приводит это предсказуемо к замене двигателя. Перед нами лежит чудеснейший блок цилиндров от автомобиля Сузуки. И, знаете, у них есть грешок. То есть, с возрастом они начинают кипеть. И при перегреве, соответственно, выходит из строя следующим образом. Ведет головку блока и ведет иногда сам блок. Это как раз тот самый случай. Почему это происходит? Потому что антифриз утрачивает свои качества. То есть, проще говоря, снижается уровень pH, уходит куда-то в небытие с возрастом присадки. И температурный режим, на который рассчитана охлаждающая жидкость, остается одним воспоминанием. Как следствие, мы имеем кипящий мотор и его ремонт либо замену. В данном случае замену, потому что эти блоки не ремонтируются. И да, как вы уже поняли, это дорого. Ну, около 300-350 тысяч рублей. То есть, в общем-то, как бы гораздо дешевле своевременно поменять антифриз. Встает вопрос, на какой? Первым делом, конечно, в голову приходит что-то на тему оригинальных технических жидкостей. И это абсолютно правильно. Но теперь в Российской Федерации есть нюанс. Знаете ли, санкция. Поэтому с оригинальными техническими жидкостями есть проблемы следующего характера. Первое. У большинства официальных дилеров их нет. Так как нет более официальных каналов поставки. Тут, конечно, выручает параллельный импорт. Но когда вы покупаете что-то по параллельному импорту, резко возрастает вероятность купить контрафакт. По той простой причине, что никому не ясно, как циркулируют все эти жидкости через таможню. Или не через таможню, а разливаются в ближайшем подвале. Поэтому, по большому счету, надо понимать следующее. Надо искать что-то отечественное. То, что производится в нашей стране. И, естественно, нам сразу на ум приходит универсальная антифриза. Знаете, в России много заводов, которые выпускают охлаждающие жидкости. Проблема заключается в том, что когда вы приходите в магазин, продавец-консультант обычно говорит вам следующее. Вот есть хороший антифриз, он вот для всего универсальный, можно заливать пойдет. Но это не совсем так. У нас сейчас на подъемнике висит старый японец. Это машина 2010 года выпуска. Но в то же время тот мотор V8, который в ней стоит, достаточно требователен как к маслу, так и к антифризам. Важно понимать, что когда вы меняете жидкость, в большинстве технических центров она не сливается полностью. Ну, знаете, просто лень людям вынимать, соответственно, заглушки из блока цилиндров и удалять ее всю. Вот тут надо понимать, что мешать антифриза с разными комплексами присадок и с разными основами нельзя. Это может дать образование хлопьев и принести непозитивный, а скорее негативный эффект. И приблизить вас к тому состоянию двигателя, которое я показывал в начале этого ролика. Проще говоря, есть риск убить сначала систему охлаждения, а потом положить мотор. Проще говоря, вы должны понимать, что универсальных присадочных комплексов не бывает, друзья мои. Это фантастика, это легенда, знаете, как в рекламе шоколадок лет 10 назад. То есть, ну, это профанация и бред. Руководствоваться надо техническими допусками. Но об этом чуть позже. Встает еще один интересный вопрос, который звучит так. А когда же менять антифриз в машине? Если руководствоваться точкой зрения японцев, в этом автомобиле должен быть залит японский long-life антифриз. То есть, антифриз с большим сроком работы. Ну, порядка 5 лет. Что касается меня, то, в общем-то, как механик, я не придерживаюсь вот этой вот тенденции. Россия – это, знаете ли, страна, в которой зимой может быть минус 40, а летом может быть плюс 40. Поэтому, в моем понимании, все-таки оптимальный срок для замены антифриза – это раз в два года. Ну, как это положено делать со всеми техническими жидкостями. Встает вопрос, как понять, когда заменить. Ну, если вы только что купили машину, в ней надо менять, в принципе, все технические жидкости, включая антифриз, и устанавливать эту точку за начало отчета следующих ТО. Уверенность, она, знаете ли, рождается только когда что-то сделали вы. Это первый момент. Второй момент – сейчас очень популярна арабская техника. Я не раз вам показывал чудесных арабцев, которые продают в России, привезя их из Эмиратов. Там вообще не очень понятно, что залито, где минералка, где синтетика, если говорить о маслах, и какие антифризы. То есть разумно, соответственно, поменять эти жидкости, когда вы купили машину по параллельному импорту. Если же дело касается старого автомобиля, на котором вы ездите давно, как это делаю я, то тут надо смотреть визуально. То есть отсутствие хлопьев, прозрачность, соответственно, и использовать специальный инструментарий для проверки PH, и, соответственно, в общем-то, для проверки консистенции самого состава. Это важно. PH, кстати, является одним из решающих факторов. Карбоксилатные лабриды с добавлением фосфата. Согласитесь, это звучит максимально страшно. Сатану можно вызвать этим заклинанием. На самом деле все проще. Это химия. И именно химия на этой вот самой основе должна быть залита в японские автомобили. В частности, в эту Toyota. Если говорить о японских стандартах, то в первую очередь это GIS. То есть это тот стандарт, который определяет, что можно заливать в японские автомобили. У меня под рукой находится канистра антифриза, который называется CoolStream. Ну, точнее, не CoolStream, это название производителя. А называется он в данном случае CoolStream, что-то там такое, PinkRed. Но это, в общем-то, топовая линейка, я объясню позже. На самом деле абсолютно не принципиально, что это, на первый взгляд. Важно другое. Вот эти вот буковки GPN. То есть в линейке CoolStream'а GPN говорит о том, что, в общем-то, это полное соответствие японскому стандарту. Это не универсальный антифриз, который там, ну, куда-то можно заливать, куда угодно. Антифриз, который располагает присадочным комплексом, созданным специально для этих автомобилей. Перед нами, друзья мои, GPN PinkRed. Ну, я прочитал все-таки, как это называется, и, честно говоря, я могу вам сказать следующее. Компания CoolStream знакома мне достаточно давно. Где-то года полтора, наверное, или два назад, до всех вот этих вот событий, я записывал ролик о ее продукции. По большому счету, мы часто с ней стали встречаться сейчас. Гораздо чаще, чем раньше. Потому что люди выбирают именно то, что не доставляет им сюрпризов. Они не пытаются выкруживать что-то за нереальные деньги, а стараются купить вещь, ту техническую жидкость, точнее, которая произведена в России и источники появления которой ясны. Но плюс, конечно, значительным фактом является цена. Потому что все-таки вот эта вот жидкость, она при тех же параметрах, что и оригинальная, гораздо дешевле. Что мне нравится как человеку, который достаточно долго обслуживает автомобили? Ну, мне нравятся две вещи именно в этой продукции, раз уж о ней зашла речь. Во-первых, производитель не пытается обмануть нас, потребителей. И не говорит, что тот состав, который залит в его канистрах, подходит для всего. Здесь разные линейки, как я уже говорил. А самое главное, что люди не пытаются обманывать нас относительно присадочных комплексов. Потому что у многих производителей сейчас речь идет о том, что мы какими-то там тайными тропами доставляем присадки, компоненты из-за рубежа. И, в общем-то, здесь все это мешаем и производим технические жидкости. Знаете, как бы санкции подразумевают то, что официальных поставок нет. Нет официальных поставок технических жидкостей и, естественно, нет официальных поставок присадок для антифризов. То есть, мне кажется, это мое оценочное осуждение, что некоторые автопроизводители лукавят. Ну, как автопроизводители? Производители технических жидкостей, конечно. Что касается этой конторы, я наблюдаю за ней давно. И я могу сказать, что у них есть свое производство, у них есть свои лаборатории. И то, что они выпускают сейчас, ну, действительно, не хуже, чем западные производители. Почему? Ну, потому что уже больше двух лет ко мне едут люди, которые заливают в свои автомобили CoolStream. И, знаете, меняя масло вот через пару лет и меняя антифриз через пару лет, ничего плохого про эту продукцию я сказать не могу. Наоборот, только рекомендовать. И я думаю, что мне не дадут соврать мои слесаря. Словом, друзья мои, перед нами тот самый случай, когда действительно можно испытывать некий патриотизм. Потому что перед нами случай действительно настоящего импортозамещения. Ну, когда люди не пытаются продать что-то импортное под видом отечественное. А действительно продают отечественное. На мой взгляд, это важно. Во-вторых, здорово то, что вся эта история началась не вчера. И, в общем-то, за этим продуктом мы могли наблюдать уже несколько лет. Более того, когда отношения были хорошие у всех со всеми, все это тестировалось в лабораториях по всему миру. В том числе и в европейских. И, знаете, результаты там неплохие. Ну, а самым важным преимуществом всего вот этого вот является то, что вы можете приобрести в автомагазине. То есть, это поставляется в канистрах, а не в бочках. Поэтому вы можете купить то, что считаете нужным, привезти на любой сервис и, соответственно, залить это в вашу машину. По совокупности всех этих признаков я могу смело рекомендовать этот продукт. Ну, по тем причинам, которые я описывал. То есть, я наблюдаю за ним продолжительное время. Он действительно наш, отечественный. И, в принципе, работает. На мой взгляд, рассказ про антифриза на примере вот этого самого Кулстрима GPN вышел достаточно подробным. Если вы хотите такой же про масла, напишите в комментариях, как я и просил в самом начале. Теперь поговорим вот о чем. Знаете, многие думают, что, используя фильтра неоригинальные, в частности масляные, я вот сейчас держу такой в руках, можно, соответственно, но серьезно сэкономить. Со своей стороны могу сказать следующее. Можно серьезно попасть, потому что, казалось бы, ну, обычный картонный фильтрующий элемент не несет никакой нагрузки. Но можно сравнить их по качеству. Во-первых, когда вы покупаете оригинальный масляный фильтр, вы получаете следующий набор. Это сам фильтр, это, соответственно, уплотнительные резиновые кольца и прочее. Значит, что интересно здесь. Пропускная способность этого картриджа, она рассчитана производителем. То бишь, производитель гарантирует, что через этот картридж, как в плюс 50, так и в минус 40, будет проходить нужное количество масла, которое не даст вашему двигателю голодать при запуске и работе. Казалось бы, все выглядит очень просто. Ну, какая-то картонка, буковки, но если мы начнем присматриваться, мы увидим, что качество исполнения этого элемента на высоте. Почему? Потому что от этого маленького недорогого элемента зависит, как долго проездит ваш мотор. Кстати, на такую машину бывушный двигатель стоит сейчас 1 миллион рублей. Просто для понимания. И запороть его можно как антифризом, так, соответственно, и некачественным вот таким вот, точнее, не вот таким, а вот таким вот фильтром. Я не говорю, что эти два фильтра от одной машины, этот я показываю просто как пример. Он валяется у нас на складе уже несколько лет. Я уж, честно говоря, вряд ли не буду, не помню, от чего он. Его привез кто-то из клиентов, и мы не стали его ставить. Он не понравился слесарям. Потому что качество вот этого вот вызывает улыбку. То есть, говоря по-русски, это настоящая вот шляпа, прям как она есть, которая может положить мотор. Поэтому помните, что краевого не должно вести к попадалового, господа. И выбирая расходники для тех систем двигателя, которые являются жизненно важными, краить стоит не на всем. В первых двух случаях мы имели возможность немножко оптимизировать. Ну, грубо говоря, это было связано с мотором. То есть, это антифриз, это масла, это, соответственно, фильтра, возможны варианты. Что-то можно делать, что-то нельзя. В машине есть еще один агрегат, на котором вообще не стоит краить. Говорю вам как врач, речь идет о коробке передач. В этой точке стоит коробка передач, которая проехала 160 тысяч километров. И денег она стоит, как чугунный мост. В руках я держу ее фильтр. Трудолюбивые китайцы в последнее время стали производить вещи, которые выглядят как настоящие. Они очень похожи внешне, но никто не знает их технические характеристики. То есть, как они фильтруют масло, что они задерживают. И самое главное, какая у таких фильтров пропускная способность. Работают они или нет. Это открытый вопрос. Поэтому, на мой взгляд, когда речь идет об агрегате, который стоит несколько сотен тысяч рублей, когда он в хорошем состоянии контрактный, краить на нем не нужно. Что касается технических жидкостей для коробки передач. Это мое мнение. Вы можете его оспаривать. Но все-таки я бы рекомендовал только те жидкости, которые предусмотрены производителем этих агрегатов. Допуски там имеют решающее значение. Что касается таких вещей, которые являются сопутствующими. Ну, например, вот прокладка поддона АКПП. Здесь есть два варианта. То есть, если у вас есть руки, и вы человек неленивый, можно сэкономить несколько тысяч рублей, и вместо, соответственно, оригинальной прокладки, купить какую-нибудь там неоригинальную китайскую. Но надо понимать, что это резко увеличивает шанс того, что в меж вот этот вот сервисный интервал вам придется полезть туда и опять ее поменять. Потому что качество исполнения оригинальных прокладок, использующихся на осиновских коробках, оно достаточно высокое. То есть, это сложное резинопластико-металлическое изделие, которое работает в очень значительном температурном диапазоне. и сохраняет, соответственно, масло внутри агрегата. Тут решать вам. Что касается моей машины, то я, соответственно, кроить, конечно, не буду. Теперь поговорим вот о чем. На чем можно кроить и на чем нельзя кроить. У этой машины есть тормозная система. Здесь есть четыре суппорта и, соответственно, четыре тормозных диска, которые выглядят, сорян, примерно вот так, как вот этот. Они, кстати, достаточно тяжелые. Значит, то, что я сейчас держу в руках, это не оригинал. То есть, на эту машину будет установлена тормозная система от компании Advex. Но так ли это не оригинально, как кажется на первый взгляд? Понимаете, если какая-то вещь не лежит в оригинальной коробке, это не значит, что она плохая. Почему? Потому что поставщиком оригинальных тормозов на конвейер Toyota является компания Advex. Та же самая, которая произвела, в общем-то, эти тормозные диски. И все их отличие от тех, что лежат в оригинальной коробке, это цена. Не более и не менее. Это та же самая вещь, просто в данном случае, я, зная этот нюанс, не буду переплачивать за бренд. Можно ли ставить в такие тяжелые машины не оригинальные китайские тормозные диски и колодки? С одной стороны, можно, но при одном условии. Если вы очень хорошо дружите с головой, если вы уже с возрастом и вы не гоняете. На этих машинах слабые тормоза. Они не подразумевают спортивное вождение с самого начала. Что Sequoia, что Cruzac, что Prado не сделано для того, чтобы на них летать. Если вы едете быстро и проводите серию торможений со скоростью в 150-160 км в час, тормоза начинают перегреваться. Деформируются тормозные диски, коэффициент торможения, естественно, снижается. Тут надо ловить разумный баланс. Если вы не летчик, да, в принципе, можно скроить. Ну, а если вы ездите, как я, то тогда, наверное, не стоит. Подводя итоги этого ролика про импортозамещение, могу сказать вам следующее. В данный момент на этом столе присутствует всего-навсего один продукт, который полностью произведен в России. И меня, конечно, как русского, как гражданина Российской Федерации, очень это тревожит и напрягает. Я все-таки надеюсь, что импортозамещение у нас будет не только в областях смазок и охлаждающих жидкостей, а, так сказать, в полном спектре. У нас есть заводы, которые способны делать тормозные механизмы, у нас есть заводы, которые делают фильтра, и, в общем-то, мне бы хотелось, чтобы они наконец-то начали производить что-то полезное и нужное для нас, граждан России. Ну, во-первых, на этом заработали бы сами заводы, а, во-вторых, неплохо сэкономили бы мы с вами. Как считаете? Вот на этой светлой мысли я, пожалуй, и закончу этот ролик. Ну и напишите в комментах, хотите вы подобное или нет. Снимать мне или не снимать. Пока, парни! Субтитры подогнал «Симон»!